Грегори Магуайр 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 Гром гремел Уже над самыми головами Артиллерия приближалась И отъезд прошел без всякого достоинства Совершенно неорганизованно Мадам Мари Луиза Готье И послушная сентиментальная Доминик запрягли лошадей И отправились в путь На перегруженной телеге Сидя на куче вещей Они пытались перекричать Грохот торжения Уточняя дальнейшие планы И назначения Рендес Воус И ектор Готье Выехал несколькими минутами позже На повозке Прихватив остатки сырого Корова пала неделю назад Вероятно от ужаса Так что молоко, которое можно было Разбрызгать на пороге Чтобы оно скисло И не пустило в дом маленький народец Отсутствовало Пришло время прощаться Соус Вьеус Чьена Прощай, прощай Ау, будем надеяться Если повезет До свидания Германские войска Прокатившиеся по Бельгии И весьма вероятно В скором времени Способные промаршировать По бульварам Парижа В конце концов Согнали с места Даже упрямых И легкомысленных Готье Всех Кроме бабушки Мадам Мими Готье Она покинула свое место В телеге Из-за острой Необходимости Посетить Куку Ее невеста Проорала во всю глоту Из-за мешков С постельным бельем Что пускай Гектор сам Берет свою немощную Машу А она не может Больше ждать Ведь Доминик в опасности Но громко Нанады заглушил ее голос Гектор Готье Ничего не услышал И ничего не увидел За горой припасов Готье Когда мадам Мари Луиза Готье Уехала Ее муж Ругающийся И молящийся Одновременно Даже не предположил Что его матушка Не взошла На борт Так что Когда Освеженная Мими Готье Появилась во дворе Телеги Там уже не было Исчезла И повозка Поскольку Корова По-прежнему Оставалась Вот уже неделю Как дохлой Мими Готье Была рада Что практически Утратила Обоняние Так что И грохот Канады Не вызывал У нее Особой Неприязни Старушки Давно Перевалило За восьмой десяток И внешность Ее слегка Пугала Она родилась В 1830-м Когда эти земли Назывались Всего-навсего Участком Готье А не Под старым дубом Старый дуб был Уже старым Еще во времена Ее детства Просто дерево Дуб А не название Не имя Проблемы Или владения И хотя она Приподнимала Бровь при новостях О бунтах В Париже О переворотах В Европе О безобретении Парового Двигателя Локомотива Однажды Она видела его Жизнь Свою мими Перерожила Исключительно На этой ферме То Что сын И его семья Забыли ее Не слишком Расстроило Старушку Она и сама Вероятнее всего Забыла бы себя Коли ей пришлось бы Заниматься Переездом Большим исходом Мими Готье Взяла свою Палку Отличный Посох из Боярушника С гладким Набалдашником И заковыляла По двору Перед сараями Направляясь К передней Двери Дом Дверь ее сын Запер Но ключ он Наверняка Оставил в обычном месте В дупле Дуба Давшего ферме Имя Придется поломать голову Как туда Дотянуться Высоковато Наконец Она отправилась В стойло Отыскала там Скамеечку Сидя на которой Они доили корову И вытащила ее Из сарая Где эта скамейка Все равно Уже никому не могла Принести Никакой пользы Добравшись До дуба Мими обнаружила Что часть Его сучьев И валяется На земле Точно спицы Вывернутого Ветром Зонтика То что осталось Представляло собой Подобие Утыканного Шипами Столба Из старого Мертвого Дерева С корявыми Наростными Бородавками Вековой Давности Но потайное Местечко Осталось Нетронутым И высоты Скамеечки Как раз Хватило Что бы дотянуться До дупла Там бабушка Действительно Нащупала ключ Огромную Железяку Выкованную еще при жизни Ее собственного Отца Так что она Открыла дом Не так давно Запертый для защиты От наступающей Армии Но пока в него Вторглась всего лишь Мими А почему бы и нет Все таки Это ее дом Старушка Уселась Камышовое кресло Что бы подумать О том Что делать дальше Наверное Она задремала Мими Клевала носом Дюжину раз На дню Иногда ей казалось Что она засыпает Даже на ходу Поскольку не всегда Могла припомнить Где была Или куда Направлялась Когда она Открыла глаза Трапеции Солнечного света Лежали уже На других Терракотовых Плитках Их углы заострились И яркие Пятны сплющились Дарушка Скосила глаза Потом Проптерла их Неужто там На солнечном Пятне Сидит кошка Нет Наверняка Нет Все кошки Давно сбежали И утопились Со страху Даже мыши Отправились Отправились Существо Сделало нечто Вроде реверанса Или возможно Это был непристойный жест В любом случае Ни коты Ни мыши Не стоят На задних лапах Разве что Где-нибудь В Лувене Разбомбили Зоопарк И разбежавшиеся Мартышки Переслекли Границу Ла Белле Франце Чем она И обязана Визиту Этого Маленького Создания А где очки? Рукоделие Своё шитьё Она оставила Сразу Семидесяти И чем больше созревала Её молодая внучка Тем реже Мимигатье Хотелось Пристально смотреть на неё Ты Подожди тут Сказала Она и отправилась Заглянуть В шифоньер Ну шифоньер отсутствовал Ну и крикит Убегать Убегать Эта штучка Точно волосы На лобке На лобке Или подмышками Гибкая Поджарая С резким Растительным запахом Достаточно сильным Что даже Мимигатье Могла его Почуять И оценить Оно было Заляпано Мало-помалу Подсыхающей Падающей Серыми Комками На пол И ещё Создание Это мужского ли рода Женского Или того и другого Сразу Или среднего Или какого-то ещё Выглядело Если пользоваться Терминологией Тех Кто Поднаторел В воинском искусстве Контуженным Её Отрясло Мелкой дрожью Если бы у него Были руки То оно Потирало бы локти Если бы у него Были колени Или бабки Они стукались бы Друг от друга У существа Имелись в наличии Подобие Подбородка И дупло Рот Но глаза Щёлки Как будто ещё Не прорезались Точно у новорождённого А уши болтались Низко-низко Словно Погибли По отдельности Друг от дружки Вот и компания Для мадами Меготье Любезно Произнесла Старушка Как чутко С твоей стороны Прийти Когда моя родная Сочла Удобным Бросить меня Плечи существа Или высокого Подвешенные Бёдра Или ветвистые Рёбра Дрогнули Но возможно Не от нахлынувших Чувств А от звука Голоса Несомненно Обращённого К нему Тебе нужен Уют Только вот какой Поинтересовалась Мими И что соблазнило Тебя Явиться сюда Дом оставался Пустым не больше Часа Но поскольку Корова издохла Никто Следуя Обычаю Не расплескал На пороге Кислое молоко Оберег от Незваных гостей Что ж Добро пожаловать Сказала Мадам Готье Только мне Не досуг Рассиживаться И играть с тобой В картишки Моим Никчемным родичам Может понадобиться День или два Чтобы Сообразить Что они меня забыли И лишь Господь Знает Сумеет ли Хоть один из них Вернуться за мной Несмотря на Наступающую армию Я теперь Сама по себе Исключая Присутствующих И должна Кое-как Перебиваться Прошло Довольно много Времени С тех пор Как она Последний раз Могла сказать такое И перспектива Доставила мими Некоторое удовольствие Так так Что же нужно В первую очередь Запереть дверь Спрятать ценности Позаботиться О животных Полить овощи Умыть ребенка Запасти уголь Запирать дверь Нет нужды Поскольку в доме Уже не осталось Ничего ценного Нет животных Нет детей Нет угля Да и овощей Овощей Не густо Если уж на то пошло В огороде У них росла морковь Капусту Только что посеяли Картофель Прячется в своих Грядках Есть еще различные Травки Приправки Хотя их Несколько затруднительно Жевать Без того Что положено Приправлять Мими Стояло Дубовик А эвакуировался Эвакуировался Из разбитого Дерева Давшего ферме Имя И тебя Прогнали Из собственного Дома Сказала она Совсем Как гектор Луизу Выставила Из их Все Пакуют Вещички Улепетывают Что твои черепахи А я вот осталась Не плевать мне на ганцев Я слишком стара Чтобы заинтересовать В определенном смысле Мальчишку солдата Или Слишком скучна И незначительно Чтобы Помешать войску Выполнять Их приказ У меня нет ни еды Чтобы ее похитить Ни имущество Которое стоило бы защищать Так что терять мне нечего Ну А ты что? Дубовик Шлепнулся на пол Вроде как Уселся И положил то Что было у него Вместо лица На то Что было у него Вместо рук Если ты Оплакиваешь Дерево Заметила Мими Этот старый Черный зонтик В честь которого Назвали ферму Но Ты зря тратишь время Дубок Наш в его лучшие дни Произвел На свет С десяток сотен тысяч Потомков А то и больше Каждую весну Ветер Подхватывает Его семена И уносит их У этого дуба Десять тысяч кузенов Только в Нормандии Фландрии Если Если Твоя личная квартирка Разрушила серу Да Наш дуб пустил корни В будущее Она взглянула На дубовика Сверху вниз Да Его корни В будущем Как и мои Слышишь? Ты Чересла Доминик Таких Такие же спелые Как любой Старый дуб по весне Она Наводнит будущее Своими Отпысками Которые будут И моими тоже Если взглянуть На это дело Под определенным углом Но Возможно У дубовика Не было Потомства Что же можно Для него сделать? Учитывая Что Она И для себя Может сделать Немногое Обязана ли она Тратить силы На ходячую корягу Растительного Происхождения? Если бы это Был ребенок Или кошка Она Дала бы ему Молока Кошек Больше нет Пробормотала Мими И это Очевидно Составляло Часть его Неприятностей Может дубовик и жил На дереве Но он жил рядом С фермой А на всех фермах Есть мыши А значит И кошки А кошки Пьют молоко Этим безлюдным Разоренным Летом Пропали даже мыши И умерли кошки И коровы И сохли Или погибли И оскудевшее Фермерское хозяйство Не могло Больше позволить Себе Выставлять У двери Блюдечко с молоком И хотя Кислое молоко И удержало бы Дубовика И его сородичей За порогом Парное молочко Предназначенное Кошке Наверняка Служило основной Пищей Древесному Эльфу Она подумает Об этом во сне И в нем В нем же возможно Отыщет решение В нем Не довелось Поспать Этой ночью В нем 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 самую большую пару деревянных башмаков. Затем расстегнула пуговицы своего крестьянского платья и как сумело пристроила башмаки носками вниз между тем, что осталось от ее грудей и кое-как привязала их. Молоко расплескивалось при движении, но она пойдет медленно, и, будем надеяться, все не прольется. Это лучшее, что она может сделать. Ей все-таки 86 или 84, или где-то около того, чего же ожидал дубовик. Сделав несколько шагов в сторону дома, она повернула назад. А почему бы не взять козу с собой? Только сумеет ли она протащить скотину по бревну? Если коза опрокинет ее в канаву, мими умрет там в этой сырости. Впрочем, шанса попробовать ей не выпало. При первой же возможности коза шарахнулась в сторону и вырвала веревку из слабой хватки старухи, после чего скрылась в высокой траве, заросшего сорняками поля, истерически, истерически, мекая от радости, которая наверняка окажется недолгой, с учетом всеобщей паники текущих времен. Ветер вонял, будто его подпалили. Солнце тем временем забралось уже высоко, и то и дело нагловато подмигивало, замутненное дымом орудийного огня. Когда старушка еле-еле доплелась до своих земель, лук оказался разорен. Мимиготье представила себе марширующих великанов-людоедов с дыханием, подобным обжигающему пороху, с дыханием, пахнущим горячим железом. Ответственность за убытки несли на себе ноги, побольше человеческих сапог. Если не собрать траву немедленно, она заплесневеет, сгниет, сено пропадет, и скотина останется голодной. Ветер вонял, будто его подпалили. Солнце тем временем забралось уже высоко, и то и дело нагловато подмигивало, затуманенное дымом орудийного огня. Когда старушка еле-еле доплелась до своих земель, лук оказался разорен. Мимиготье представила себе марширующих великанов-людоедов с дыханием, подобным обжигающему пороху, с дыханием, пахнущим горячим железом. Ответственность за убытки несли на себе ноги побольше человеческих сапог. Если не собрать траву немедленно, она заплесневеет, сгниет, сено пропадет, и скотина останется голодной. «Только вот скотины-то нету», вспомнила она, так что пускай великаны топчут по северам. Обратный путь занял куда больше времени, чем она могла себе представить. Да, Мими очень устала. Солнце сползло на западную половину неба, клинившись между пухлых серых дождей. Кажется, одна из сфер, на которых она подумывала пошарить, горела. Туда вела грязная, изрезанная колями, развороченная колесами с железными ободнями дорогами. Тут пришли пушки, тут прошли пушки, и лошади, оставившие свежий навоз. Но ведь на ферме нет ничего для этих стервятников. Там и сжечь-то нечего. Так, а дубовик, а дубовик, все ли с ним в порядке? Там ли он еще? Она не могла идти быстрее, чем шла. Если в следующие 4 минуты дубовик собирается помереть от отсутствия свежего молочка, значит, так тому и будет. Все свои десятки лет, сколько их ни есть, она перемещалась по жизни собственной, пусть и неспешным шагом. И прекрасно знала, что всему на ферме суждено помереть свое время. В том же смысле и время. В свое время, когда бы она не настала. Однако дыхание старушки участилось, несмотря на свою крестьянскую философию. Она действительно торопилась. Дверь косо висела, сорванная с петель. Коми грязи нахально расползались на некогда вымытом дочистополу фермерского дома. Но в остальном дом казался нетрон. Наступающая армия не нашла ничего. Ни чтобы украсть, ни чтобы съесть никого, чтобы изнасиловать. И, возможно, погребность дубовика в молоке спасла жизнь Мимиготье, в нужный момент уведя ее со сцены. Не то, чтобы она особенно радовалась, что спасена. Для чего спасена? Чтобы умереть от голода за недельку-другую, следя, как взмывает и падает солнце, целых шастрек от поздних летних сверчков, терзающих ее последние минуты, как неумолимый стук маятника. И так до тех пор, пока маятник этот не замрет, наконец, навсегда. Но она беспокоилась о дубовике, аккуратно пристроив башмаки в сухой раковине, подоткнув их полотенцами, чтобы они не опрокинулись и молоко не пролилось. Мимиготье отправилась на поиски своего гостя. Он нашелся в изголовье низенькой постели Доминик. Дубовик прицепился к передней спинке кровати. Теперь он еще сильнее походил на коряку, а его беспокоенные движения стали еще суторжнее. Дубовик карабкался вверх и вниз по грубой резной стойке, изучая лесу человека, чья голова покоилась на точенькой подушке Доминика, покрытой растрескавшейся коркой, запекшейся кровью и рвотой. «Я должна была справиться с козой», пробормотала Мимиготье. «Но она справилась со мной лучше, чем я с ней». Человек был германским солдатом. На шее его зияла глубокая рана. Точно краснокочанную капусту разрубили ножом. За всю свою долгую жизнь фермерской жены Мимиготье никогда еще не видела человеческой анатомии. Столь беспардонно открытой для обзора. Она была весьма заинтригована. Дубовик содрогнулся от отвращения. Он соскользнул вниз, осмотрел рану, жуткое месиво из бревотины и крови, обаленные брови, лоснящийся обожженный висок, длинный точеный нос и отличные зубы. Совершенно целые, перламутровые, как очищенные луковки. Ни одного пожелтевшего среди них не наблюдалось. «Это враг!» – сказал Мимиготье. «Это германская армия!» Германская армия тяжело втягивала в себя воздух. Точно кузничный мех с прорехой. А когда германская армия выдыхала, хлопья засохшей крови плясали, блестя медью, гаснущим в вечернем свете. Дубовик выгнал пальцы и ткнул куда-то в пол. Там на полу лежали винтовка и кожаный ранец. «Я знакома с винтовками!» – буртнула старушка дубовику. В свое время не раз пристреливала собак, отслуживших свое. И как-то даже убила хромевшую лошадь. А еще палила поверх голов разбойников и попов, слишком интересующихся делами дома. Но она не прикоснулась к винтовке. Вместо этого Мими покопалась в ранце, надеясь отыскать сухари, продуктовый паёк или документы. Бумаги нашлись, но на немецком она не могла прочесть. Однако, когда кто бы не оставил здесь этого солдата, он позаботился о его еде. Мадам Готье не обнаружила ничего полезного, кроме длинной иголки и катушки ниток. Она разожгла кухонную плиту какими-то щепочками и подбросила пару деревянных ложек, чтобы поддержать огонь. Поскольку не могла тратить время на поиски чего-нибудь еще. Старушка раскалила иглу во избежание заражения. А когда та остыла настолько, что ее можно было держать, присела на краешек постели Доминина. Она зашила рану, как получилось. Без очков Мими все равно не могла тщательно рассмотреть свою работу. Края сошлись кривовато, и кровь потекла снова. Но хотя бы не хлынула поток. В душе мадам Готье поселилось чувство, возможно, и ложное, что она сделала нечто хорошее. Она была довольна. Она хотела, чтобы он чувствовал себя более или менее сносно. Хотя бы для того, чтобы сесть в кровати и взглянуть ей в лицо, прежде чем она влепит пулю ему между глаз. Дубовик спустился и устроился на солдатском плече, точно попугай на плече пирата. Ты принадлежишь дубу. Дуб принадлежит ферме. А германец захватчик, с омерзением заявила Мими Готье. Убирайся от него. Ты, ты предатель. Но дубовик не обращал внимания на оскорбление. Брань не трогала его. Он пристроил свои корявые, сучковатые пальчики возле раны парня, словно в отсутствие молока его могла заменить кровь. Или, возможно, ему нравились торгшиеся в страну войска, разрушившие его дом, выгнавшие фермеров, за счет которых он жил, паразит, превративший зелень мира в бурую грязь, а летние небеса – кипящий черный ад. Кстати, вопрос еды по-прежнему оставался нерешенным. А Мими Готье не ела уже больше суток. Хоть она и приготовилась умереть от отсутствия пищи при ее довольном таки округлой фигуре, для этого потребовалось бы порядком поголодать. А она чего-то не жаждала приобретать подобный опыт. Кроме того, ей не хотелось заштопать мародера, выходить его до относительно здорового состояния и отойти в мир иной, не успев пристрелить врага. Возможно, следовало бы просто спустить крок и покончить со всем. Зачем, спросите вы, в сущности мстить ему? Он – желторотый птенец, мелкая блоха на боку свирепых сил кайзера Вильгельма. У него в своем роде привлекательное и страдающее лицо. Но это лицо – лицо войны. Он олицетворяет собой присутствие врага. Вот что принесла ей война. А война наверняка станет в ее тазрелом возрасте ее погибель. Так что мальчишка все равно, что ангел смерти. А мысль о том, чтобы прикончить ангела смерти до того, как он в свое время прикончит ее, доставляла старушке жестокое удовольствие и вселяла в душу ощущение того, что так она выполнит свой последний долг. В конце концов, она ведь не приглашала его. Да и кто бы стал приглашать? Пока же Мими решила поспать, поскольку была уверена, что теперь уснет. «Отойди от него, ты», — велела она дубовику, который приподнял свою мордочку и, кажется, показал ей шелушащийся яждык, но повиновался, сполз вниз. Мимиготе кое-как прикрыла солдата потертой пополем, которую нашла в стойке. Потом устроилась в своем кресле. Она боялась лечь, опасаясь, что не сможет потом подняться. Закрывать ставни она не стала. Мимиготе всегда любила дневной свет, а его в ее жизни оставалось так чертовски мало. Дубовик уселся на подоконнике, когда глаза старушки привыкли к темноте. Она различала, что дубовик дрожит. Она не знала, спит ли он, или стоит на страже, или просто ждет, когда она встанет и начнет шелушку. Ночью под мраде он как никогда походил на казнику, маленького человечка или какого-нибудь духа. Мими закрыла глаза, думая, он наверняка не способен увидеть свою смерть, так же отчетливо, как я вижу свою. Чтобы разглядеть это, очки никому не нужны. Она спала лучше, чем обычно. Что ж, вчера она потратила немало сил, добывая молоко. Молоко, это была первая мысль, мимиготье по пробуждению. Она забыла дать дубовику молока, сейчас он уже, конечно, нашел его и выпил. Теплый дождь то барабанил по стеклу, то затихал, то барабанил, то затихал. Дубовик вернулся на спинку кровати, продолжив следить за заложником. Солдату на первый взгляд не стало ни лучше, ни хуже, хотя спал он спокойно, а вонял в гаже, чем вчера. Молоко по-прежнему было в башмаках. Мими сунула в один палец и попробовала. Уже начала чуть-чуть скисать. Если хочешь слегка перекусить, так иди и позавтракай. Позавтракай, проворчала она, налила немного молока в неглубокое блюдце и поставила его натрак. Вот. Однако, не успела она разогнуться, ведь это довольно сложно, дотянуться до пола и при этом и при этом не шлепнулся. В простроченном струями дождя дворе расстался знакомый зон. Довольно обычный для фермы, совершенно неотличимый от тех, что она слышала каждый день всю свою долгую жизнь, приведенную в этом томе. Просто кто-то толкнул садовую калитку и зашагал по посыпанной щебенкой тропинки. Мадам Готье задохнувшись прижала руки к груди. Вот что делает с нами война. Самое привычное она превращает в чужое. Кто там? Прошипела старушка в сторону шума. Наверняка товарищи солдаты вернулись за ним. Что ж, она убьет и их, если успеет дошаркать до комнаты и подобрать ружье. Проклятие! Почему она оставила винтовку на полу? Принеси мне ружье, бросила она дубовику. И хотя сомневалась, что он понимает ее слова, а тем более сумеет поднять и дотащить сюда такую тяжелую штуку, утренний незваный гость задержался у порога. Словно зная фермерские обычаи, он остановился и стер грязь с сапог, проведя подошвами погранитной приступки, поставленной специально для этой цели. Затем дверь распахнулась и Мегатье выпрямилась, расправила плечи и повернулась лицом к очередному последствию своей судьбы и глупости. Ты, охнула она, чуть не плюнув от ярости и наверняка облегчения. Ты, это была ее внучка. Я же им говорила, что ты здесь, как всегда, безмятежно заметила Доминик. Она размотала шарф и стряхнула с волос капли дождя. Ты улизнула от них, как старая дворняшка, а они послали тебя за мной? Бабушку трясло от злости на своего сына и свою невестку. Они меня не посылали, ответила Доминик спокойно и даже с некоторой гордостью. Я ушла потихоньку. Если ты могла ускользнуть от них, то и я тоже могу. Девочка, ты спятила, ты еще безумнее их, если они обнаружат, что ты вернулась домой, такинутся назад, через все эти опасные дали спасать тебя. Допустим, когда речь шла обо мне одной, они могли бы пожать лечами и сказать, вот вам ее вечное слабоумие, Господь с этой старой стервой, но ты толкаешь своих родителей на страшный риск. Я оставила записку, что отправляюсь в Париж, невозмутимо сообщила Доминик. Ох, возможно, внучка не такая уж туповатая тихоня, какой ее всегда считала бабушка. Что ж, это толково. И пробраться сюда было совсем не сложно, продолжила девушка. Полночи дороги оставались сухими, а я держалась в тени, когда слышала стук сапог или копыт, сворачивала в поля. Потом стало хуже, пошел дождь, но, думаю, он же и притушил всякую утреннюю деятельность, так что никаких проблем. Тебя могли изнасиловать, избить, убить, покачала головой мимиготье. Твои родители из кожи вон лезли, лишь бы увести тебя от опасности, а ты провела их, разрушила все их планы, ты посмеялась над ними. Зачем ты вернулась, мочерье? И кстати, ты принесла чего-нибудь пожевать? Думаешь, у меня было время заглянуть на рынок, выкнула Доминик, или полагаешь, в городе еды больше, чем тут? Я вернулась, потому что вряд ли ты сумеешь управиться здесь одна, бабушка. Я не могла позволить, чтобы ты бродила по другим фермам в поисках чертовых объедков, забытых по углам. К тому же надвигается зима. Сейчас там и что ни на есть разгар лета. Мимиготье не намеревалась дотянуть хотя бы до листопада. Сама мысль об этом смешила ее. Я не могла прийти ни на секунду раньше, не обратила на нее внимание Доминик. А ты, кажется, ухитрилась за это время растерять последние остатки разума. Вижу, достала где-то молоко и хранишь его в своих башмаках. До кувшина мне не дотянулся. Он на верхней полке. Не дерзи. Она была счастлива, что добыла молоко. Можешь попить немного на завтрак. Попью, когда буду готова. сперва мне надо прилечь на часок. Прогулка была тяжелая, ночь долгая, я вымоталась до предела. Нет, не ходи в свою комнату, останься здесь, приляг на полу, составь мне компанию. Если тебе нужна компания, приходи посидеть в моей комнате, мне просто необходимо прилечь, ответила девушка уже из коридора. Удаляясь от гостиной, она все повышала и повышала голос, и крик разбудил мужчин. Ну вот, теперь ты все испортила, сварливо пробурчала Мими. Он еще не совсем готов, чтобы его убить. Он даже еще не готов встать. Дубовик сидел на полу, обвив ручками веточками курок винтовки. Мими не поняла, заметила его Доминик или нет. Возможно, для нее он выглядел всего лишь горкой ломаных прутьев. В сущности, при дневном свете он и старухи больше всего «Ты захватила в плен германца?» удивилась Доминик. «Какая ты у меня способная, бабуля! Только вот зря ты отдала ему мою постель. Положила бы его в свою. Он сам выбрал твой матрас без всякого приглашения, а мое белье все отправилось в город или в ад или еще куда-нибудь. Уйди отсюда, девочка! Он очень слаб, заметила Доминик частенько, возившаяся с больными овцами и отказывающимися сосать вымя ягнятами. А рану ему явно зашивал какой-то полуслепой криворукий недоумок. Попробовала бы ты справиться без света и со скрюченными артритом пальчиками. Ох, бабуля, это сделала ты, и я горжусь тобой». Доминик двинулась вперед, и, два не наступив на дубовика, она перешагнула винтовку. Солдат не выглядел ни испуганным, ни заинтересованным, но он по крайней мере очнулся и следил взглядом за девушкой, пересекшей комнату и пристевшей на кровать. Думаю, в первую очередь его нужно хорошенько помыть, а потом дать ему то молоко. «Я еще не собралась силами, чтобы заняться насосом», поворчала Мимиготье. «Я сама только что проснулась». Дом не устал тверже. «Доминик, этот человек, солдат вражеской армии, выгнавший твоих родителей из нашего дома. Ты не можешь промыть его раны и посадить выздоравливать на солнышко, точно в пансионе для инвалидов. Мы должны пристрелить его и избавиться от тела, подозревая его приятелей через день-два вернуться за ним». «У него красивые глаза», ответила Доминик. «Доброе утро! Ты меня слышишь? Ты понимаешь меня?» «Имбисибел, умалишенная!» Мимиготье не находило достаточно сильных слов, чтобы выразить степень своего изумления. «Доминик, убирайся от него! Я тебе запрещаю, не болтай с ним! Это помощь врагу, преступление против твоей семьи, преступление против Франции! Он человек, истекающий кровью в моей постели», сказала девушка. «И я не собираюсь представлять его папскому приладу!» «Бабушка, пожалуйста!» «Гутен так!» Услышав приветствие на немецком, солдат моргнул. Голова его слегка тернула, словно от приступа боли, боли, напоминающей человеку, что он все еще жил. «Гутен так!» Прохрепел он в ответ «Давай молоко бросила внучка принеси его сюда бабуля!» «Я хранила его для деревесного эльфа!» «Без всякой надежды воспротив вас мимиготье!» «Какого еще древесного эльфа?» Мимиготье больше не могла говорить. Да ей и нечего было сказать, она просто показала на пол. Но ее внучка не смотрела. Дубовик лежал возле винтовки, вытянувшись, прижимаясь шипастыми конечностями к длинному стратненному дулу поцарапанной полировке деревянного приклада. «Ему молоко нужнее, чем нам!» промарботала старушка, но она сама знала, что голос ее слишком слаб и Доминик не услышит. Ферма мертва, мысленно обратилась она к дубовику. «Как и ты!» безмолвно ответил «Или почти как ты!» «Но найдет способ выжить и продолжить жизнь. И ради этого стоит задержаться на белом свете, а у меня ничего нет». «Я сама принесу тебе молоко», предложила она. «Оно не для меня, молоко мне не нужно и никогда не было нужно, как измолвно. Молоко предназначалось жизнью вокруг меня, а я жил на кромке этой жизни. Здесь холодно, из-за дождя все отсырело, решительно мы разожжем огонь, бабуля, и перетащим его в кухню, в тепло. «Не волнуйся», добавила она в ответ на горестное выражение лица бабушки. «Я не потерял его, и свое сердце я ему тоже не отдала, вовсе нет. Я возьму винтовку и не выпущу ее из рук». Одной рукой она подняла с пола ружье, а другой собрала разбросанные по половицам сучки и листья на стопку. Не мигать ее уронила голову на руки и пожелала умереть. Но сбита она была крепко, по-деревенски, и жизнь не захотела покинуть ее. Так что в скором времени она выпрямилась, расправила плечо и пошла поддерживать огонь, переливать молоко, бронить в ручку, проклинать врага, протирать шваброй просочившуюся под дверь дождливую воду и оплакивать сухими глазами живых и мертвых. Субтитры Субтитры Субтитры